Приветствуюсь, братья и сестры! Я хочу перед молитвой прочитать повествование о сегодняшнем дне. Ну, выслушаем его стоя. И когда приблизился к Вифании, к горе, называемой Илеонскую, послал двух учеников своих, сказал, «Пойдите, и предлежащее селение, вошедшее в него, найдете молодого осла привязанного, на которого никто из людей никогда не садился, отвязавший его, приведите. И если кто спросит вас, зачем отвязываете, скажите ему так, он надобен Господу». Посланные пошли и нашли, как он сказал им. Когда же они отвязывали молодого осла, хозяева его сказали им, «Зачем отвязываете осленка?» Они отвечали, «Он надобен Господу». И привели его к Иисусу. И, накинувши одежды свои на осленка, посадили на него Иисуса. И когда он ехал, постелали одежды свои по дороге. И когда он приблизился к спуску с горы Илеонской, все множество учеников начало в радости, многогласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря, «Благословен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава вышних». И некоторые фарисеи из среды народа сказали ему, «Учитель, запрети ученикам твоим». Но он сказал им в ответ, «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют». И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем. И сказал, «О, если бы и ты, хотя в этот твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами, окружат тебя и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Вот такое повествование оставил Евгений Слука для того, чтобы мы могли мысленным взором перенестись в седую древность и вспомнить о том, что за праздник, который сегодня мы с вами пришли отпраздновать. Какие чудесные мысли здесь Господь хочет положить нам на сердце. Вина была, что не узнали времени посещения. Эта вина может быть и на нас. Может кто-то сегодня негодовать, запрети, но Христос сказал, нельзя запретить славить Господа, когда сердце наполнило радостью. Если люди умолкнут, камни будут выпиять. Мы сегодня пришли, чтобы прославить Господа. Пусть наши уста будут наполнены хвалой Господу, но чтобы наши сердца не были похожи на сердца тех людей, которых плахкал Иисус Христос. Помолимся, чтобы это собрание было торжественным, чтобы все это принесло нам радость и славу нашему Господу. Помолимся. Боже наш, Отец наш Небесный, мы сердечно благодарим Тебя за этот утренний праздничный час, который Ты собрал нас под кровь этого дома, на котором наречено имя Твое. Благодарим Тебя за всех пришедших в этот дом, за гостей наших благодарим Тебя. Прибудь с нами по Твоему верному обещанию и благослови нас. Прими эту жертву утреннюю, жертву общительности и схвалы, которую мы желаем принести Тебе. Пусть она будет достойной Тебя. Поэтому исполни нас Духом Святым. И пусть имя Твое будет прославлено в этот утренний праздничный час. Имя великого Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Сына и Святого Духа. Ты, Господи, ночи вольни, сияния. Аминь. Тебя, Твоя, Весна, народы, Всегда и сам прощает нам, Тебя, Твоя, Весна, народы, Всегда и сам прощает нам, Всегда и сам прощает нам, И солнце светлым нас не щадишь, Ты любишь, Боже, нас качай, Ты на стране царь освящаешь, Ты разбиваешь, Ты, Господи, Ты, Смертный Божий, Освящаешь, И благодатью И праве. Господь, 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 Твои, Вселення, Вострянут наши голоса, И наше вверх Тобой уменье Ты любит чисто, Так, jon, Я любишь, Субтитры подогнал «Симон» 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 Господь отдал жизнь свою за тебя Оставил небо трог, чтобы себя смелить Господь отдал жизнь свою за нас Субтитры подогнал «Симон» 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 чтобы будущее церкви. И это слово, которое, знаете, оно может звучит как-то так, но в этом слове есть огромный смысл. Потому что в свое время наши родители, наши прародители нам принесли это слово. Слово истины, слово Божье. И они приложили огромное старание, огромное усилие, чтобы это слово сегодня пришло к нам. Моей бабушке 92 года, и я очень обожаю общаться с ней. И она очень много рассказывает то, что они пережили, и как это к ним пришло, и как они донесли сегодня до нас, чтобы это слово, оно сегодня мы могли наслаждаться, и мы могли принять спасение. И, молодежь, я вас прошу о том, что сегодня вы должны не забывать, не забывать идти вперед, нести это слово окружающим вас и в этой стране. И в продолжении нашего праздника я бы хотел еще несколько стихов зачитать. Это с 37 стиха Евангелия от Луки, 19 глава, и ниже. А когда он приблизился к спуску с горы Илеонской, все множество учеников начало радостью вели гласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря, благословен царь грядущий во имя Господня, мир на небесах и слава вышних. И некоторые фарисеи из среды народа сказали ему, «Учитель, запрети ученикам твоим!» Он сказал им в ответ, «Сказывай вам, что если они умолкнут, то камни возопьют». И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем. Молодежь, сегодня я хотел бы, чтобы мы не оказались на той ситуации, где Иисус бы плакал за нас. Однажды, когда Иисус входил в этот город, Иерусалим, он заплакал. И он заплакал не просто так. Он заплакал, потому что они его не узнали, они не увидели посещения. Смотрите, что дальше написано. 42 стих. «И сказал, ой, если бы и ты, хотя бы сей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои облажат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Сегодня прекрасное время. Сегодня прекрасное время узнать этот день. Узнать, когда Дух Святой касается твоего сердца. И Иисус Христос предупреждает, что сегодня день спасения. Сегодня тот день, когда ты можешь посвятить свою жизнь для Бога. Ты можешь отдать себя как молодого человека, который может идти вперед и говорить, и проповедовать о Боге. Живя в этой стране, тем более, когда у вас есть язык, вы можете идти и говорить, и приводите многих в церковь. Не сидеть просто и успокаивая себя, «Я покаялся, я принял крещение, у меня все нормально, я буду сидеть просто в церкви». Так не работает. Надо идти вперед, надо возрастать. И Господь, Он предупреждает нас, что «Я не хочу за тебя плакать, я хочу за тебя радоваться». Сегодня Господь хочет радоваться за каждым из нас. И я бы хотел пригласить всех нас, чтобы мы молились за нашу прекрасную молодежь, чтобы Господь давал им мудрости, чтобы Господь давал им наставления, и чтобы они знали голоса, искали лица Божьего. И это наши дети, это наши внуки. И прошу всех вас встать, пожалуйста, и мы помолимся, преклоним наши колены, и попросим Божьего благословения. И на это служение Ему да будет за все слава. Аминь. Будем молиться. Твою безграничную любовь, которую Ты проявил в Сыне Своем, Иисусе Христе. Спасибо Тебе, Господь, что Ты пришел в этот мир, что Ты умер, Господь, что Ты воскрес, Господь, чтобы каждый из нас имел жизнь, жизнь вечную, Господь. Спасибо Тебе за то, что Ты, Господь, вошел Царем, Господь, в сердца наши. Помоги нам прославить Тебя, Господь, прославить имя Твое, живя на этой земле, чтобы во всем прославился Ты, Господь. Прошу за нашу молодежь, за наших подростков, за наших детей, Господь. Дай им мудрости, Господь, быть верными Тебе, быть верными светильниками, Господь, и возгрей их сердца. Дай им желание, Господь, любить Тебя до конца. Тебе добудет за все слава, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Царь, Царей, Великий Бог, Царь, Царей, Великий Бог, Чудка, имя Его. Царь, Царей, Великий Бог, Царь, Царей, Великий Бог, Провозносите все. Царь, Царей, Великий Бог, Царь, Царей, Великий Бог, Чудка, имя Его. Царь, Царей, Великий Бог, Царь, Царей, Великий Бог, Провозносите все. Царь, Царей, Великий Бог, Царь, 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 Великий Бог, Царь, Царь, Великий Бог, Царь, Царь, Великий Бог, Провозносите все. Аллилуйя, Аллилуйя, Царь, 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 Великий Бог, Аллилуйя, Аллилуйя, Царь, 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 Великий Бог, Аллилуйя, Аллилуйя, Царь, Царь, Великий Бог, Царь, Царь, Великий Бог, ПЕСНЯ Господь, Спаситель мой, я Тебя молю. Господь, Спаситель мой, я Тебя молю. И сердце чистое, и сердце чистое, белее снега сотвори. Белее снега, белее снега, Ты сердце чистое сотвори. Белее снега, белее снега, Ты сердце чистое сотвори. Белее снега, белее снега, белее снега. Господь, Спаситель мой, Ты услышь меня. Мою молитву прими, Меня Ты освятий. О, и сердце чистое, и сердце чистое, Белее снега сотвори. Белее снега, белее снега, Ты сердце чистое сотвори. Белее снега, белее снега, Ты сердце чистое сотвори. О, снега, белее снега, белее снега, белее. Белее снега, 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 Сотвори. Мир вам, настал общение час, Мир вам, и мы приветствуем вас. Мир вам, пусть будет слышен зверь детей, Мир вам, и больше радостных дней. Мир вам, сердца пусть будут добрей, Мир вам, вы не судите людей, Мир вам, и вашим близким, и друзьям, Мир, братья и сестры, мир вам. Мир вам, братья и сестры, мир вам, Так же просто вы говорите всем друзьям. Мир вам, и с любовью, и счастьем, И здоровьем мир, братья и сестры, мир вам. Мир вам, и пусть Господь вас хранит, Мир вам, пусть крепче дом ваш стоит, Мир вам, пусть крепнет вера каждый час, Мир вам, пусть радостно будет от вас, Мир вам, мы говорим в этот час, Мир вам, столь глубокий нет, пусть вас, Мир вам, конца не будет в ваших днях, Мир, братья и сестры, мир вам. Мир вам, братья и сестры, мир вам, Так же просто вы говорите всем друзьям, Мир вам, и с любовью, и счастьем, И здоровьем мир, братья и сестры, мир вам. Мир вам, братья и сестры, мир вам, Так же просто вы говорите всем друзьям, Мир вам, и с любовью, и счастьем, И здоровьем мир, братья и сестры, мир вам. Можно ли умом постичь судьбога, разумом исследовать Творца, встретить Дух на неземных дорогах, чтоб узреть черты Его лица? На земле все города и села милостью наполнены святой. Можно ли собрать ее и взвесить, и решить, вопрос тот непростой. Бог есть Дух, Он землю наполняет, будто воздух, как тепло, как свет. Он в сердца и мысли проникает, для Него преград, пределов нет. Он повелевает буре в море и смиряет тотчас бег волна. Если сердце в неутешном горе, дать покой, любовь его сильна. На земле, в воде, в небесной тверди, где живет и дышит человек. Бог любви, добра и милосердия от начала мира и вовек. Царь царей, создатель мироздания, сущий без начала, без конца. А исследовать его в Писании могут только веры в сердца. Аминь. Пусть угасло небо, пусть помех рассвет, Пусть умолкли люди, пусть молчат отрыв на любовь Твою. Но шелестом дождем, песнию ручья, Для тебя Господь и сердца в небеса, Бьется без моя песня без конца. Звучит песня. Для тебя, Господь, и сердце в небеса, бьется песня моя, песня без конца. Ты придешь и навсегда, умолкнет вверх, там, где темнота была, сияет свет, вечный свет. Но шелестом дождя, песню ручья, для тебя, Господь, и сердце в небеса, бьется песня моя, песня без конца. Шелестом дождя, песню ручья, для тебя, Господь, и сердце в небеса, бьется песня моя, песня без конца. Звучит песня. 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 Пожалуйста, родители, пронесите сюда своего ребенка. Будем молиться. Прошу приветствовать Анна Мария, пришла в наше собрание. Присаживайтесь. Прочитаю два места священного писателя. Первое место, книга чисел, 6 глава, с 23 по 26 стих. «Скажи Аарону и сынам его, так благословляйте сынов Израилевых, говоря им, да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир». Второе место записано в Псалтирь, 45-й Псалом, 2-й и 6-й стих, два стиха. «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах, Бог посреди его, он не поколеблется, Бог поможет ему с раннего утра». «Когда рождаются дети, каждый из родителей желает, чтобы он получил Божье благословение. Есть ли такой родитель, который не хотел бы этого?» Вы знаете, мы верующие вообще безусловно. Мы понимаем, что при Божьем благословении дети наши вырастут достойными Царства Небесного. Но даже люди неверующие. Вот понимаете, я вспоминаю свою молодость, был у меня человек, начальник, член партии, который часто со мной спорил о существовании Бога. И с нами же работала его, как это правильно сказать, ну, сестра его жены. И однажды она мне так по секрету сказала, а ты знаешь, Николай, говорит, свою дочку в церкви возил покрестить. Ну, я это на заметочку взял, и когда он в следующий раз нам спорил, я говорю, а зачем ты дочку свою крестил? Он говорит, кто тебе сказал, испугался, тогда могли с партии сразу исключить за это. Я говорю, да я же никому не скажу, просто мне интересно, зачем? Ну, знаешь, вот, когда ребенок у тебя, ничего не помешает, я думаю, что это не во вред ей будет, если в церкви о ней помолятся. Человеку Бога не верит, но понимает, что в церкви, если помолятся, не будет во вред. Тем более мы, братья и сестры, знаем, что благословение Господне, оно обогащает, и печали свою не приносит. Ну, как благословлять? И вот, сам Бог научил священников благословлять. И я хотел бы, чтобы этот текст, вот все три этих стиха, был перед глазами нашими. Потому что Бог не только нас научил благословлять, но и сам благословлять любит. Помните, вот еще, самая первая глава первой книги Библии, 28 стих, там так вот, и благословил их Бог, кого? Адама и Еву, да? Первых людей, только первое творение на земле, Он любит их благословлять. И благословил их Бог, и сказал, плодитесь и размножайте, и наполняйте землю, и владычествуйте над всей этой землей. Бог любит благословлять, и нас учит также благословлять. И вот смотрите, там есть несколько таких благословений, которые Бог научил священников благословлять народ свой. Благословить Тебя Господь, а что это значит? А это значит, что сохранит Тебя Господь. Вот Бог, когда благословляет, Он охрану посылает. Вот рождаются дети, и у каждого из этих детей есть ангел-хранитель. Вы слышали такое? Священное Писание нам приоткрывает эту тайну. Они, эти ангелы, видят лицо Божье, они напрямую связаны, они выполняют поручения Божьи, потому что благословение Божье на этих детях. Ангел ополчается, Он сохраняет, на руках несут, оберегает. Сколько бы родителей, ну, не старались сохранить, если Бог не сохранит. Вы знаете, так в народе даже говорят, у семи нянек, а дитя без глазу. Вот это когда люди без Бога. А когда Бог сохраняет, то самые невероятные случаи бывают. Я мог бы много приводить случаев даже из своей жизни. Просто, ну, невозможно было бы здесь сохранить детей, а Бог хранил. Бог просто хранил. И от всякого увечья, от всяких травм их хранил, от нехороших людей. Меня Бог много хранил. Это много можно рассказывать, свидетельствовать, как Бог хранит тех, которых Он благословляет, которых люди благословляют. И поэтому такой вот стих. Да благословить Тебя Господь и сохранить Тебя. Благословение Господне гарантирует охрану на пути. Дальше следующее. Да презрит на Тебя Господь светлым лицом. Вы знаете, а какой результат этого презрения? Он помилует Тебя. Вот презрит, это есть два слова. Некоторые люди, ну, не очень понимающие в русском языке, не могут разобраться. Презрит и призрит. Одна буквочка, и сразу все меняется. И вот некоторые не знают разницы. Вот если презрит, значит презирать будет, не будет смотреть. Нет. Частица пре, это перья, то есть отвержение. А частица при, это приближение. Призрит, то есть приблизит к Тебе. Будет смотреть внимательно за Тобой. Будет наблюдать за Тобой. Не оставить Тебе нигде на путях Твоих. Но мы понимаем, что родится ли от нечистого чистый. Писание говорит, что это не произойдет. Мы во грехах. Давид говорит, от рождения матери, от чрева матери. Вот от подошвы ноги до темени головы. Весь в грехах. И вот хотя эта крошечка лежит, они вот не поверят мне. Это наш самый ангел безгрешный, да? Ну, подождите немножко, вы увидите. Но очень важно, чтобы Господь презирал на нее. Призывайте эти благословения. Бог будет миловать ее. Бог поведет ее, проведет через многие трудности и будет миловать ее. Если Он будет презирать на нее светлый над солнцем. А вы должны призывать это. И не только вы говорите и бабушкам, и дедушкам. Молитесь за нашу Анну-Марию, чтобы Господь презирал на нее. И еще одно. Да обратит Господь светлое лицо свое. Вот, кажется, презрит и обратит лицо. Ну, похоже очень, но здесь некоторый другой смысл. Вы знаете, Священное Писание говорит, что когда Бог обратил лицо на человека, это значит, Он планирует его жизнь, Он заботится о нем, Он посылает ему успех во всем, потому что смотрит на него. А если обратил спину Бог, помните песню, да? Если мы смотрим, будет когда Бог может обратить спину. А если Бог обратился спиной к человеку, то уже все. Это человек, который обречен. Поэтому мы должны, благословляя людей, говорить, да презрит на тебя Господь светлым лицом твоим, чтобы не отворачивал Господь. Божьим очам несвойственно смотреть на беззаконие людей. Да, Он не может этого делать, но мы, когда благословляем людей, умоляем Его о милости Его, то Бог смотрит, и результат даст тебе мир. Мятутся народы, когда Господь... Ну, так написано, что даже животные, когда Господь скрывает свое лицо, они мятутся, они умирают. Но когда Господь обратит лицо и дает им пищу, они живут, мир приходит в сердце. Поэтому мы должны вот запомнить это благословение и благословлять наших детей. Но я второе место прочитал. Это место говорит о том, что при каких условиях это может событий. Когда Господь, который милует нас, Он посреди нас находится. Так Давид, вернее, это сыны Асафовы, молились в 45-м салоне. Вот когда Господь посредине... Вы знаете, я буду им говорить, но это будет касаться всех родителей, даже дедушек и бабушек. Когда Господь дает нам детей, благословляет нас детками. Я помню, как Вася ждал, когда он все-таки возьмет Лиду, привезет ее сюда. Он был в нашей молитвной группе. Вася, я выдам твой секрет. Он каждому нашему молитвному собранию просил помолиться. Он услышал, что-то там случилось. Кто-то там... Ну, так он переживал. Корей бы это произошло. Вот Бог соединил их. Дал ему дитя. Они смотрят. Вот он в проповеди даже сказал. Ну, как он поменялся, как отец. Это правда. Это все правда. Это на самом деле такое счастье иметь детей. И Бог нас делает соучастниками рождения в мир. Не просто... Это личность родилась. Да, да, да. Вот это у маленьких крошечек. Это личность, которой Бог предусмотрел большое будущее. Вот какие-то предназначения на земле. И вас делал соучастниками этого творения. Эта личность должна вырасти. Для этого вам много нужно потрудиться, чтобы и питать правильно, и охранять ее, одевать правильно, оберегать от друзей плохих, знакомить с хорошими друзьями, хороших учителей. Это очень много, чтобы эта личность выросла достойной, чтобы вам не стыдно было смотреть на свою дочь. Ну, я не буду говорить, сколько тут еще много чего надо, но это не все. Бог вам дал не только на земле вырастить личность. Вы только родили вот ее сейчас на земле, чтобы она существовала. Это цена ей выше всей земли. Душа ей очень высоко ценится. Бог в эту драгоценность положил в ваши руки. Но ее ценность, она, если только на земле останется ценность, она не такая большая. Ценность души человеческой, если она будет в вечности. И поэтому второй этап воспитания, это ее духовное рождение. И это тоже в ваши руки Бог дал. Можете представить себе? Она должна вырасти и пойти за Господом. Когда-то наступит тот момент, когда она ставит вас. И она будет уже самостоятельно избирать. Но пока вот она в ваших руках от вас зависит, пойдет ли она за Господом или не пойдет. Как эту задачу выполнить? Это не просто там кашки наварить и каждый год там платья новое покупать. Или может 10 платья, я не знаю, насколько вы там будете ее наряжать. Душу к Господу привести намного сложнее. И без помощи Господа этого невозможно сделать. Поэтому надо, чтобы, вот как говорит Писание, где вас двое или трое, собранные во имя мое, там и я. Надо, чтобы Господь был между вами. А вам, значит, надо было всегда с Господом. Всегда. Двое. Ну, мы как-то привыкли считать так, что если двое и трое, это все собрание. Ну, у нас гораздо больше. А тут, скажем, двое. Вот вас двое и вот третий вам. Вот вам уже и собрание, где должен быть Господь. И если вы будете жить так, что она увидит у вас Господа, она никуда не уйдет от Господа. Вот вы должны для этого и читать Писание. Вот же сейчас, да, чтобы она слушала. И молиться. Вот я расскажу вам случай такой, мы-то уже слышали его. В одной семье вот маленькая девочка заболела. Вызвали врача. Врач пришел, обследовал тяжелое состояние. И он говорит, вот если она сейчас заснет после того, как ей дали лекарство, значит, она пойдет на поправку. А если не заснет, беда. Я не могу гарантировать, что она останется живой. Ну, ложитесь спать. А мама привыкла молиться, знаете, с ребенком. И ребеночек ждет. Врач был очень опытный. Говорит, она что-то у вас просит. Вы знаете, что она у вас просит? Она говорит, знаю. Ну, так дайте ей. Она просит. Она положила руку и на глазки. Знаете, она так, ну, чтобы глазки... И начала молиться. И ребенок уснул. И выздоровела. Она еще ничего не могла говорить, но уже просила. Потому что видела. Родители с раннего детства, с первых дней учили ее молиться Богу. Такие дети благословенны. Они не уйдут от Господа. Мир обрушится на них. С разными соблазнями, искушениями. Но если Господь будет между вами, если Он будет это постоянно с вами, она будет это видеть, она будет это чувствовать. Она узнает Господа. И будет с Господом. Вот в этом и будет заключаться благословение. Я думаю, что, ну, высшего счастья для христианина большего благословения не надо, чтобы дети были в Царстве Небесном. Правда? Вот сейчас об этом и помолимся. Встань, братья и сестры. Великий Бог, я благодарю и славлю Тебя за любовь и милость Твою, Господь. Я благодарю Тебя за то, что Ты подарил мне, Господь, жену прекрасную, Господь. Благодарю Тебя за то, что Ты подарил нам доченьку Божию. И это большое благословение Тебя, Господь. Ты нас наставлял сегодня. Мы слышали много чего, Боже. Просим Тебя, Боже, чтобы Ты презирал на нашу доченьку, Господь, чтобы Ты светлым лицом своим, Господь, смотрел на нее, Боже. Мы просим Тебя и призываем Твое имя в нашем доме, Господи, чтобы мы были светом и примером. Дай нам, Господь, мудрости в этом, чтобы, Господь, довести ее до цели, довести ее, Господь, до Твоего отчего дома, Господи. Мы просим Тебя, благослови ее, чтобы она служила Тебе, чтобы она любила Тебя всем сердцем своим, Господь. Слава Тебе и поклонение за все великому Богу. Аминь. Минь, Бог, спасибо Тебе за сегодняшний день, когда есть, Минь, Бог, спасибо Тебе за то, что Ты благословляешь нас, благословляешь нас, доченькой. Я прошу, дай, пожалуйста, чтобы мы были тими батьками, какими Ты хочешь нас видеть, Минь, Бог. Дай, благословище, чтобы я была той мамой, которую Ты хочешь меня видеть. Дай, чтобы она возрастала в любови, мой Бог, и дай, чтобы она познавала Тебе самого в отранье детства, мой Бог. Я прошу Тебя, благословляй нас, благословляй Анну Марию. Спасибо Тебе за ней. Аминь. Аминь. Владимир Господь, Господь, Господь наш Небесный, податель всех благ, мы к Тебе подходим на руках державшего младенца, который Ты подарил в землю брата Васи и сестры Лиды. Благодарим Тебя, Господи, за то, что этот человек явился в мир, чтобы исполнить Твое предназначение. Вот мы не знаем, что будет себе родиться. У Тебя уже все дни для нее начали, кем она будет, как она будет прославлять Тебя. Мы верим, что она будет это делать, потому что родители славят Тебя, что вот с первых дней ее жизни, ее уже привлекают к Тему служению, она присутствует в собрании славы Тебе. Благодаря Тебе, благослови Маму, подавайте ей добрый пример покорности Тебе и Слову Твоему. Научи родителей правильно ее воспитывать по Слову Твоему, оберегайте от дурных влияний, от нехороших друзей, чтобы мы заботились подыскивать и хороших друзей, и учителей, чтобы этот ребенок получал всестороннюю, полноценную и духовную, и материальную, физическую пищу и воспитание. Больше всего, Господи, чтобы это дитя было наследником Царства Небесного. Ты даешь всеми христиан, детей, чтобы ими наполнилось Твое Царство. Благослови Анну Марию, чтобы она была наследницей Царства. И снабди необходимым родителей, чтобы они неустанно употребляют все свои способности и силы, и дарования. Мы приносим в этот час хвалу, честь и поклонение Бог наш, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. И она аминь говорит. Мой дом и я, сто жить хотим, Тебе, Христос, лишь одному. Но дай мне силы самому, послушным мы к рабам Твоим. Но дай мне силы самому, послушным мы к рабам Твоим. Ты поспеши к Нему, когда на сердце грусть, Он всю печаль Твою развеет вновь и путь. Шумят вокруг ветра, метут снега в ночи. Он здесь, он здесь, лишь только позови сердце. Ты увидишь, вон рядом есть голос Бога, слышишь с высоты небесной. Он видит все, знай, услышит все, знай, может все. Ты поспеши к Нему, вмиг счастья светлый гни. Воздай хвалу Твою и радостью излий, он слов Твоих не ждет. Ты сердцем поклонись Бог здесь, он здесь. Ему в тиши молись, сердцем ты увидишь, Он рядом есть голос, его слышишь с высоты небесной. Он видит все, знай, он слышит все, знай, может все. Ты поспеши к Нему, ведь Он спешит к тебе по сне и наяву. С тобою Он везде, и пусть шумят ветра, метут снега в ночи. Бог здесь, он здесь, лишь только позови. Сердцем ты увидишь, он рядом есть голос, его слышишь с высоты небесной. Он видит все, знай, он слышит все, знай, может все. Жизнь пройдет, жизнь пройдет, не заметишь, как Подойдет, подойдет, как коварный враг, страх, Что будет подойдет. Или тзва, или свет, или пустота, Как же можно узнать, не узнав Творца, А как можно узнать? Моис вечный вопрос, там один ответ, Третьего нет, оно или да, или нет. Ответ один. Если хочешь быть с Богом, ты будешь с Ним, Подойди, Он растит, Он поймет и селит. Прекрасней нету любви, ты это сердце пойми, Ты Бога в жизнь пригласи. Тебя Он хочет понять, тебя Он может простить, И жизнь любви подарит. Не надо говорить, что Бога нет, Не надо искать себе ответ, И надеясь на себя, ты никогда не поймешь, Что есть Иисус, который страдал, Что жизнь свою за нас Он отдал, Чтобы ты никогда не страдал. Не давай, не давай, жизнь приди в беде, Уповай, уповай на Него везде, Ночью и днем. Он с тобой, Он с тобой хочет рядом быть, Он себе, Он себе хочет вернуть жизнь, В вечную жизнь. Но проходят года, оставляя свет, И бывали те дни, когда рядом нет наших друзей. Но пойми, но пойми, что нельзя уйти, Устыка, устыка моего любви, Бога прими. Прекрасней нету любви, Ты это сердце пойми, Ты Бога в жизнь пригласи. Тебя Он хочет понять, Тебя Он может простить, И жизнь любви подарить. Не надо говорить, что Бога нет, Не надо искать себе ответ, И надеясь на себя, Ты никогда не поймешь, Что есть Иисус, который страдал, Что жизнь свою за нас Он отдал, Чтобы Ты никогда не страдал. Чтобы Ты никогда не страдал. Песня Орбана Санкт-Петербург Песня Орбана Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Честь и слава поверьте вновь! Аминь! Мир вам, братья и сестры! Не знаю, такое ли стройное пение было две тысячи лет назад. Когда Христос въезжал в Иерусалим на ослёнке. К нашему общему вниманию мне хотелось бы прочитать в основу нашего рассуждения, прочитать текст, который записан в Евангелии от Иоанна в конце 11 главы. В самом начале я хотел бы прочитать только три стиха из 55 стиха, но впоследствии мы прочитаем всё, что написано ниже. Приближалась Пасха Иудейская. Приближалась Пасха Иудейская. Именно в этот исторический период, этими словами, евангелист Иоанн начинает повествование последней недели земной жизни Иисуса Христа. Именно с этого момента Иоанн очень подробно рассказывает о том, что происходило в жизни Иисуса в Иерусалиме, какие были встречи, какие разговоры, что окружало всё это. Приближалась Пасха Иудейская. И многие из всей страны пришли в Иерусалим перед Пасхою, чтобы очиститься. Тогда искали Иисуса и, стоя в храме, говорили друг другу, «Как вы думаете, не придёт ли он на праздник?» Перевосвященники же и фарисеи дали приказание, что если кто узнает, где он будет, то объявил бы, дабы взять его. Очень интересные события, о которых мы чуть позже будем подробнее разговаривать и, во всяком случае, пытаться какие-то уроки для современности извлечь. Но вначале мне хотелось бы обратиться вообще в целом к Евангелию. Братья и сёстры, «Как много упоминаний присутствия Христа и Иисуса на празднике Пасхи в Иерусалиме вы читаете в Новом Завете?» Как часто Иисус во время Пасхи, скажем так, встречаем нами на страницах Евангелий? Мне доводилось читать о четырёх таких ситуациях. Первая из них записана в самом начале Евангелия от Луки, конкретно это конец второй главы Евангелия от Луки, начиная с 41 стиха. Записана очень интересная история, в которой в какой-то степени даже мы могли бы обозначить с неким курьёзом. «Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда он был двенадцати лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и матерь его. Но думали, что он идёт с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми. И не найдя его, возвратились в Иерусалим, ища его. Через три дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все слышавшие его, дивились разуму и ответом его. И, увидев его, удивлялись. И матерь его сказала ему, «Чада, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя». Он сказал им, «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Но они не поняли сказанных им слов. «И он пошёл с ними и пришёл в Назарет, и был в повиновении у них, и матерь его сохраняла все слова сии в сердце своём. И Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте, и в любви у Бога и человеков». Это первое упоминание присутствия Иисуса на празднике Пасхи в Иерусалиме. И оно немедленно сопровождено было тем, что на обратном пути Иисус был утерян своими родителями. Причём о нём не думали в течение продолжительности дневного пути. И когда вот этот дневной путь подошёл к концу, и люди расположились на отдых, его стали искать среди родственников, знакомых, и нигде не могли найти. Почему это стало возможным? Мы можем упрекнуть Марию и Иосифа в том, что они были невнимательны к своему ребёнку, но вместе с тем, те характеристики, которые мы читаем, как правило, об этих людях в канун Рождества, говорят, что это были весьма достойные и замечательные люди, и вряд ли они могли отнестись с неким небрежением к своему сыну. Вы знаете, этот курьё стал возможен только лишь по одной причине. Дело в том, что в 12 лет еврейские мальчики начинают считаться мужчинами. И именно с этого возраста они, посещая храм, идут уже не в женское отделение храма, в женский двор, а вместе с мужчинами присутствуют на богослужении. И на обратном пути, когда до этого многие годы Иисус шёл вместе с мамой, и Иосиф не заботился о том, где его сын, на обратном пути случилось так, что, скорее всего, родители посчитали, раз сына рядом со мной нет, значит, он с другим родителем. Ну, то есть папа думал, что Иисус с мамой, а мама, соответственно, не видя Иисуса в своём окружении, думала, что он с папой, так как был вместе с отцом на праздничном богослужении. И вот когда подошёл конец этого дневного пути, они обнаружили, что мальчика с ними нет, и, вернувшись в Иерусалим, они нашли его через три дня в храме. Вместе с тем мы видим, что характеристика присутствия 12-летнего, ну, уже принято в то время было говорить, мужчины, среди учителей закона вызывала огромный интерес, неподдельный интерес к этому мальчику. Он учил так, как не могли этого делать учителя. Он спрашивал и слушал, да, он задавал вопросы и отвечал на эти вопросы, и учителя это приводило в изумление. Следующая Пасха, которая встречается с нами в Новом Завете, уже относится к первому году публичного служения Иисуса. Ему 30 лет, он вышел на такое общественное служение, он стал видимым и значимым человеком в обществе. И эта история записана в середине второй главы Евангелия от Иоанна. До этого свадьба в Кане Галилейской, первое чудо, превращение воды в вино. И вот мы читаем с вами упоминание об этом празднике Пасхи. С 13 стиха. «Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим. И нашел, что в храме продавали валов, овец и голубей, и сидели миновщики денег. И, сделав бище зверевок, выгнал из храма всех также и овец, и валов. И деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей, возьмите это отсюда и дома отца моего не делайте домом торговли. При этом ученики его вспомнили, что написано «ревность по доме твоем снедает меня». На это иудеи сказали, каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать? И Иисус сказал им в ответ, разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его. На это сказали иудеи, сей храм строился 46 лет, и ты в три дня воздвигнешь его? А он говорил о храме тела своего. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию, и Слову, которое сказал Иисус. И когда он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые он творил, уверовали во имя его. Но сам Иисус не вверял себя им, потому что знал всех, и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке. Первое упоминание о посещении Пасхи во время своего публичного служения связано с тем, что Христос, придя на праздник, видел все то же самое, что и в прежние годы. Только теперь он уже как взрослый мужчина, человек, который с этого возраста имеет право обучать закону, произвел совершенно необычное для того времени действие. Он взял веревку и выгнал всех торгующих из храма. Вместе с животными, столы миновщиков с деньгами были опрокинуты, и деньги, соответственно, рассыпаны на пол. Очищение храма. Как принято говорить комментаторами Нового Завета, в других синоптических евангелиях, то есть во всех остальных, мы находим это событие в конце служения Иисуса Христа. То есть как раз в эту неделю, которую мы сейчас называем пасхальной, Христос, въезжая на Ослики в Иерусалим, очищает храм. И лично мне больше близка позиция тех комментаторов, которые утверждают, что это было повторное очищение храма. То есть Христос дважды очищал храм. Потому как, как утверждают комментаторы, и в чем я, собственно, с ними согласен, и сама стилистика описания, и исторические события, какие-то факты, которые задействованы в описании двух случаев, в различных евангелиях, они позволяют говорить о том, что это были разные по историческим периодам ситуации. То есть Христос в первый год своего служения очистил храм, и в последний год своего служения также очищает храм. Почему, собственно, нужно было очищать храм? Почему Иисус застал эту ситуацию? Дело в том, что на праздник Пасхи все, скажем так, правоверные иудеи из разных концов Римской империи сходились в Иерусалим для совершения торжественного богослужения. По предписанию закона, в этот день мужчина должен был принести за себя жертву. Представьте себя на месте тех иудеев, которые не живут в окрестностях Иерусалима или в самом городе. Вам нужно принести с собой определенного вида животное, причем оно должно быть беспятное порока. Вы должны принести это животное на богослужение в храм, где это животное будет принесено в жертву. Где гарантия того, что вы довезете свое животное, которое вы приготовили, живя вдали от Иерусалима, что оно не заболеет за время пути, или что-то не случится с ним. Поэтому многие предпочитали, приехав в Иерусалим, там искать это самое животное. А еще по предписанию нужно было подавать подати на содержание храма, причем не любые монеты. Я не мог привезти с собой монету, которая бы ходила в моей области. Это должны были быть деньги из области, прилегающей к Иерусалиму. Как правило, даже тирские деньги подходили, потому что большое количество серебра содержали. И вместе с животными, которые продавались, скажем так, на окраине храма, тут же менялись и деньги, потому что ваши деньги не могли быть брошены в храмовую казну. А раз меняются деньги, значит, можно ввести пошлины. И это был хороший такой способ обогащаться. Именно поэтому Иисуса приводит в негодование вся эта ситуация. Судя по всему, вот эта торговля и мен денег совершался с такой коростью, что это вызывало гнев у Бога. И он вынужден был совершить такое резкое действие. Следующая Пасха описана уже в 6 главе, причем о ней упоминается лишь вскользь. В 4 стихе приближалась же Пасха, праздник иудейский. Иисус, естественно, был в Иерусалиме, но что происходило в этот период, мы доподлинно не можем знать. И последняя Пасха, о которой мы начали читать в 11 главе, собственно, Иисус в начале 11 главы исцеляет, воскрешает Лазаря и удаляется на некоторое время из этого поселка, из Вифании, а после возвращается для того, чтобы войти в Иерусалим уже под восторженные возгласы толпы. Собственно, эти возгласы, это постелание одежды, и в Евангелисте Иоанна и говорит о том, что «потому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо». Чуть выше. «Народ, бывший с ним, прежде свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Потому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо». Вифания находилась, ну, скажем так, если взять вот этот холм Иерусалимский, на котором стоял храм, то через долину, буквально в нескольких километрах находилась Вифания, ну, поселок с видом на храм, что ли, можно так сказать. Причем полагают исследователи Священного Писания, что это был поселок, в котором жили, скажем так, состоятельные иудеи, это были небедные люди. И то чудо, которое совершил Иисус, в очередной раз вызвало в них вот это благоговение и некий восторг, который, собственно, и сопровождался встречей въезжающего в Иерусалим царя. Кстати, этот въезд, скорее всего, с большой вероятностью, был даже не через центральные ворота, не через дамасские ворота, через которые проходили все огромные процессы. Это были обычные ворота, которые, ну, скажем так, с одной из сторон города, в одном из участков стены проделанные, достаточно узкие, неприметные. Ну, в общем, ничего особенного здесь не было. Просто во время этого въезда толпившиеся, собравшиеся на праздник иудеи, которые, возможно, не слышали об Иисусе, и часть из них спрашивала, кто этот, им объясняли тут же, что это Иисус, пророк из Назарета, Галилейского, и что он воскресил Лазаря совсем недавно, это вызывало восторг, и это вызывало такую бурную реакцию. Приближалась Пасха Иудейская, и многие из всей страны пришли в Иерусалим перед Пасхою, чтобы очиститься. Это была главная цель, с которой должен был прийти каждый иудей, считающий себя почитателем Бога, и, соответственно, последователем Бога, цель прихода на Пасху для того, чтобы очиститься. «Тогда искали Иисуса, и, стоя в храме, говорили друг другу, как вы думаете, не придет ли он на праздник? Перевосвященники же и фарисеи дали приказание, что если кто узнает, где он будет, то объявил бы, дабы взять его». Вы знаете, мы здесь находим несколько групп людей, которые так или иначе объединены общим интересом. И сегодня мне хотелось бы каждой этой группы коснуться и увидеть, для чего, собственно, эти люди были на празднике Пасхи в Иерусалиме. Итак, общая масса народа, ну, скажем так, религиозная масса народа пришла для того, чтобы очиститься. И они были заняты какими-то своими повседневными задачами, благоустройством быта, покупкой жертвенного животного, обменом денег и так далее. В общем, они были заняты суетой, они не столько были заняты религиозными процедурами или вниканием в нормы закона, сколько, вот, знаете, собрались в большой город, возможно, друзья знакомые, и обмен просто новостями, что происходит. Опять же, возможно, именно поэтому масса незнакомых с Иисусом людей, видя его въезд, начали интересоваться, кто же он такой, потому что впоследствии Иисус не разочарует эту толпу, и он вызовет повторный, неподдельный интерес тем, что второй раз очистит храмы, о чем мы читаем в трех других Евангелиях. Войдя в Иерусалим, он тут же очищает храм снова от животных, от миновщиков и так далее. Мы находим священников, которые, религиозную массу людей, которые, безусловно, все то коммерческое беззаконие, которое творилось в храме, не могло происходить с молчаливого согласия священников, служивших в храме. Ну, вряд ли кто-то из вас, увидев, как кто-то, ну, я, например, если я приеду, встану возле вашего дома, разверну какую-то торговую палатку и буду торговать, вы наверняка сразу это заметите. Вряд ли для вас это станет каким-то сюрпризом, если неделю за неделей я буду стоять на том же месте. То есть, если такое происходит, значит, эти люди были, ну, что ли, с каким-то интересом. И, скорее всего, Иисус, очистив храм, скажем так, позарился на чью-то, на чью-то материальную прибыль. Нарушил чей-то бизнес. И это вызывало в них негодование. У людей это вызывало, скорее, такое, интерес, знаете, будет ли продолжение шоу, как вы думаете, не придет ли он на праздник. Они не знали, чего от него ожидать. Были ученики Иисуса, которые сопровождали его. Братья и сестры, а с каким намерением они пришли на праздник Пасхи в Иерусалим? Собственно, Пасхи еще нет, они должны были прийти очищаться. Но с чем они пришли в Иерусалим? С какими мыслями? В 11 главе, в самом начале, мы читаем о том, что Иисусу сообщают о болезни Лазаря, и Иисус узнает, что Лазарь умер, и Он не спешит идти исцелять этого человека. Он объявляет своим ученикам о том, что Он идет в Иудеи. 7 стиха. «После этого сказал ученикам, пойдем опять в Иудею. Ученики сказали Ему, «Рави, давно ли Иудеи искали побить Тебя камнями, и Ты опять идешь туда?» Иисус отвечал, «Не двенадцать ли часов во дне? Кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит цвет мира сего. А кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним?» Сказав это, говорит им потом, «Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его». Ученики его сказали, «Господи, если уснул, то выздоровеет». И Иисус говорил о смерти его, а они думали, что он говорил о сне обыкновенно. Тогда Иисус сказал им прямо, «Лазарь умер». «Я радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали, но пойдем к нему». Тогда Фома, иначе называемый близнец, сказал ученикам, «Пойдем, и мы умрем с ним». Это одна из тех мыслей, которые овладевала головами учеников. Вообще, многие комментаторы полагают, что вот эта компания из 12 учеников была раздроблена на несколько групп, на несколько сфер влияния. И в одной стороне лидерами были Петр, Яков и Иоанн, скажем так, в другой стороне, был одним из лидеров Фома, тот человек, который высказывал публично мысли некоторой группы учеников. Именно Фома, иначе называемый близнец, сказал ученикам, «Пойдем, и мы умрем вместе с ним». Заметьте, они предостерегают его от попытки идти к Лазарю, Вифанию, в окрестности Иерусалима только по одной причине. Иудеи ищут тебя, чтобы побить камнями, чтобы убить. Вполне предметно, никаких других идей для религиозной массы не было. Схватить и расправиться. Когда Иисус принимает волевое решение, что все-таки идем, ученики несколько паникают, «Пойдем, и мы умрем вместе с ним». С одной стороны, верность своему учителю, исследование в любую точку, в любую ситуацию, куда бы ни пошел учитель. С другой стороны, мы видим, что это был не самый радостный момент в их жизни, не самое радостное решение идти, понимая, что ты идешь на явную смерть. С другой стороны, мы можем найти мысли учеников, когда совершается тайная вечеря. Я полагаю, что некоторые мысли все-таки появляются у человека не вдруг, а некоторое время они говорят, они как-то культивируют эти самые мысли. В 22 главе Евангелия от Луки 24 стихом интересная такая ремарочка о состоянии учеников проходит. «Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться больше». Удивительно. Иисус говорит в предыдущих отрывках о грядущих страданиях. Говорит о том, что Ему предстоит умереть, быть подвергнутым мукам, а после Он воскреснет. Но вместе с тем, ученики, впрочем, и раньше это было, помните, мать сыновей Зеведеевых, Иакова Иоанна, подходила и спрашивала, Господь, а можно ли моим сыновьям сесть одному по праву, другому по левую руку? Вот эта мысль о том, чтобы занять более почетное место среди равных тебе, она не дает покоя даже ученикам, даже в присутствии Иисуса Христа. Это естественное стремление человека быть чуть-чуть выше над своим близким, она свойственна всем нам без исключения, она свойственна даже была ученикам, несмотря на явное присутствие Иисуса в их жизни и явное учение, связанное вот с положением человека. И дальше Он говорит, кто хочет быть больше, будь как меньше, и в других текстах говорит, что Он поставил ребенка между ними и так далее. Почему появились у них такие мысли? Мне кажется, что причина появления этих мыслей в том, что Иисус неоднократно говорит о том, что грядет Царство Небесное. И Он с этой проповедью идет по областям Иудеи и Галилеи, проповедует об этом, и ученики раз от раза слышат эти мысли, грядет Царство, грядет Царство, что Сын Человеческий будет поставлен, будет царствовать. Они невольно начали где-то чувствовать близость собственной значимости. Если Он будет царствовать, то мы будем приближены к Нему, так как мы сейчас вместе с Ним. И, соответственно, нужно немедленно как-то стараться занять более выгодное положение в грядущем Царстве. Помните, когда Иисус возносился на небо, ученики в этот момент задавали Ему вопрос, Господи, не в это ли время Ты восстанавливаешь Царство Израиля? Мысль вот об этом не давала им покоя. Они где-то застряли, они где-то вот застыли в этом состоянии, и с этими мыслями они пришли в Иерусалим. Братья и сестры, мы находимся вот в этой точке, когда до Пасхи остается неделя, когда мы будем говорить в течение недели о том, что Христос был вместе с учениками в горнице и давал им новую заповедь, которую мы совершаем и в современности. Мы будем говорить о том, что Христа предали и предательство инициировал тот, кто был среди Его учеников, был близким Ему человеком в течение трех лет. И продал Он Его за какие-то смешные деньги, которые в итоге Ему и не понадобились, Он ими и не воспользовался. Мы будем говорить о том, что Иисуса истязали и над Ним не просто насмехались, Его подвергали страшным страданиям. Мы будем говорить о том, что от Иисуса отрекались те, которые были вместе с Ним многие годы и вместе с тем, когда вставал прямо вопрос и ты был с Ним, говорили нет. Мы будем говорить о том, что эти люди были в подавленном состоянии, когда Иисуса предали смертной казни. И в каком невидении они ждали новости о воскресении. И с каким торжеством они восприняли новость о том, что Его нет в гробе, что ищете живого среди мертвых. Но это все будет в течение вот этой недели, которая нам с вами предстоит. А сегодня мы находимся с вами в той точке, с которой я начал рассуждение над этим текстом. Приближалась Пасха Иудейская. Где мы, братья и сестры? В какой массе народа мы с вами? Мы те религиозники, которым интересен Иисус только лишь для того, чтобы с Ним поквитаться за какие-то прошлые обиды, нанесенные ущерб, которые неудобят нам своим присутствием, самим фактом своего присутствия, только лишь этим. Иисус, входя в жизнь каждого человека, вы знаете, Он не пытается подстроиться под мои или ваши желания. Он не пытается заигрывать с моими или вашими какими-то приоритетами в жизни, какими-то целями. Он приходит на права хозяина и говорит, мое учение таково. Заметьте, Он не говорит, что давай как-то вместе нести иго, и ты, и я. Он говорит, возьми иго мое на себя. Это означает, что Иисус, приходя, ставит свои условия, которым мы подчиняемся или нет. И Он удобен нам или нет. Это то внутреннее естество, которое в нас протестует часто, учение Иисуса заставляет нас так или иначе падать в грех, о котором мы впоследствии каемся. Это вот противостояние идет изнутри. И религиозники в этом отношении ничуть не лучше нас с вами. Мы, может быть, в той массе простого народа, который два года назад видел очищение храма и сегодня им интересно, придет Иисус на праздник или нет. Что Он сделает в этот раз? И Иисус нас заботит ну просто как личность. Вы знаете, приближение Пасхи лично я заметил еще неделю назад, когда приехал на богослужение. Двор заметно преобразился, здание дома молитвы несколько видоизменилось. Все стало значительно лучше. То же самое я наблюдал, живя на родине. За несколько недель до Пасхи народ с какой-то непонятной массовой истерией начинает убирать все вокруг своих жилищ. Дома приводят в порядок, да, братья и сестры? Было такое? Это естественные процессы. Даже те, которые на Пасху не бывают даже трезвыми, не говоря о том, чтобы в богослужении посетить, даже эти люди занимаются подобными внешними приготовлениями к празднику, к чему-то очень знаменательному. Но сам Иисус и сам праздник Пасхи им не интересен. Мы можем быть учениками, и нас будет заботить либо какая-то наша безопасность или какое-то наше внутреннее устройство в обществе. Вместе с тем мы потеряем даже из вида Бога, борясь за какое-то положение в церкви, положение среди знакомых, какие-то личные интересы, преследуя. Братья и сестры, где мы? Приближался? Приближалась Пасха Иудейская. Стих заканчивается, чтобы очиститься. Вот для чего Пасха приближается. Вот для чего Иисус вошел, чтобы пострадать за наш грех и чтобы мы имели возможность очищаться. Мне бы хотелось пригласить нас с вами к совместной молитве и в этой молитве чтобы мы молились не о мире во всем мире или о каких-то глобальных вещах, но чтобы мы, имея во внимание Пасху, которая приближается, помнили о том, кто подарил нам эту Пасху и кто требует от нас очищения, потому что ничто нечисто не может войти в Царство Небесное. Пусть Господь нас благословит, чтобы предстоящая неделя была прекрасным поводом оценивать свою жизнь честно и всю ту грязь, все то нечестие, все то скверное, которое так или иначе сидит в сердцах людей, мы выковыривали из себя, мы очищали, приходя к Богу с покаянием. Да благословит нас в этом Бог. Аминь. Будем молиться. У нас есть возможность извлекать уроки Священного Писания и применять их в своей жизни. Господи, мы видим, что Пасха, которую Ты назначил праздновать своему народу, она напоминала о важности очищения и о том, что этот праздник неизменно следует праздновать именно чистым. Благослови нас, Господи, оценивать себя и оценивая, очищаться, каяться перед Тобою в том нечестие, которое еще присутствует в жизни и очистившись со светлым ликом праздновать Твою Пасху, этот праздник Светлого Воскресения и жить этой Пасхой не только один раз в году, но всю жизнь, Господи, каждый день своей жизни помнить о Тебе воскрешима, о том, кто дарит нам это настоящее истинное очищение и силы жить святой праведной жизнью. Благослови нас, Господи, быть Твоими учениками, верными Тебе, ищущими Твоей воле, а не заботящимися о каких-то своих нуждах, о каких-то своих целях и жить по Твоему Писанию. Во имя Иисуса молим Тебя. Аминь. 2009 номер Бог творец Отец Небесный. Отец Небесный, нам любовь являет нов, дал мне удачу весы оставлять Его любовь. Мой Господь, Христос спаси, от меня освободи. Богом славу и славитель, в новой жизни Господи, и слава Богу. Аллилуйя, Дух Моё, мой, качество я. Слава Богу, Аллилуйя, Дух Моё, дух Моё, качество я. Я. Ночки с Богом подлёт, читало ли, evvelTeam учет redu吉, краски, коем, кто, слава покидит, сердце, новое, мучшее, хорошо, ими, иll discounted. Скоси и укова хрискат, Бог поможет Слава Богу, Аллилуйя! 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 Может быть, среди нас есть те, которые еще не испытали этой радости. Этот праздник для вас. Вы можете пойти в дом свой с воскресшим Иисусом Христом в вашем сердце, если вы покаетесь в своих грехах и позволите Ему очистить ваше сердце, как Он очистил храм в Иерусалиме. Если есть такие вы, скажите и пройдите сюда, будем молиться с вами. Присядьте, я сделаю объявление. Вечернее собрание у нас будет в 6 часов, а перед собранием в 5 часов будет сыгровка оркестра. В четверг, не в среду, в среду собрания не будет. В четверг будет у нас пост на четверг, и вечернее собрание, на котором будем совершать вечерю, вспоминая, как Господь сам учредил эту заповедь. Собрание в 7 часов. Следующее воскресенье у нас Пасха, праздник Пасхи. И, как я уже объявлял, утреннее служение будет у нас с 9 часов утра, а вечернее служение будет с 6, как обычно. Молодежь приготовила вот такие пригласительные открыточки на русском и английском языках, чтобы вы могли раздать своим друзьям и пригласить на эти служения. Но вечернее служение на Пасху будет проводить молодежь, и поэтому она, ну, такое предложение вносит, чтобы после этого служения мы не спешили расходиться домой, тем более, что возможность будет между утренним и вечерним отдохнуть хорошо, чтобы остаться еще пообщаться. Они хотят устроить тут чаепитие такое. Вот к сестрам они просят, чтобы они, ну, испекли что-нибудь приятное, такое вкусное, сладкое. Они сами приготовят кофе и чай, и мы будем общаться не спеша домой. Вот такое вот объявление на следующее воскресенье. К нам поступили просьбы помолиться. Вот семья Лысенко, Рубим и Надя, сердечно благодарят церковь за молитвы за Надю, что Господь ее исцелил. Брат Павел Холодов просит помолиться за мать его сотрудника, которой имя Лорна, это мать так зовут. Ей 79 лет, она упала на оба колена, и ноги опухли, об исцелении просит. Я так понимаю, что семья, скорее всего, это Аня, просит помолиться за своего мужа Алексея и сына Вадима Острежных, у которых на этой неделе день рождения. А Надежда Андреевна Фостова хочет помолиться и поблагодарить Господа за... Вернее, она пишет, что моя дочь просит поблагодарить нашего Господа, что он ответил на ее нужду по молитве нашей церкви. Пусть Господь благословит всех. Вот такие просьбы на записочках. Может быть, есть и устная просьба или приветствие нашему собранию, пожалуйста, скажите. Да, просто помолиться за Полину, два дня у нас на день рождения, а также примите приветствие церкви, слово благодаря всем. Глава Богу, здравствуйте. Дорогая церковь, также примите отношения к сердечным красным приветствам, это бедурия, божественная и далее. И также будем очень рады всех видеть ее у нас в церкви. Не стесняйтесь, мы всего лишь там 4-5 часов везда. Так что будем очень рады вас видеть. Благодарим вас. Спасибо за приглашение. Еще? У меня три просьбы. Первая – это у Андрюша и Станюша годовщина с фальпи. Так, подожди. У Андрюша и Станюша семь лет совместной жизни. Помолите, пожалуйста. Вторая просьба в оркестре, разному из музыкантов делали уже две операции, сейчас пошла сильная инфекция, ну, менять клапан, и он просил помолиться всех, кто пережирает за него. И Марина очень просила помолиться за ее маму, за трясающие роды, что за строение врачей. За сотрудника, да? Да. А какая Марина? Ну, так сказал бы за Аню помолиться, сразу бы понятно стало. А то я уже подумал, что за Марина. Еще есть? Как? За вере. За вере. У нас была данная проба, забыла свою дорогу, решение вопросов. Угу. 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 Тогда встанем. За все приветы, которые мы получили, мы всех сердечно благодарим. Помолимся об этих нуждах, которые нам были переданы. Боже наш, Отец наш Небесный, мы сердечно благодарим Тебя за Твою безграничную любую милость к нам, за верность Твою, за это слово, которое мы сегодня слышали, за прекрасное служение, которое вдохновляло нас, направляло наши мысли, взор для рассуждения, в каком месте мы находимся, в каком состоянии пред Тобой. Помоги нам, Господи, поправить свои светильники, чтобы быть всегда с горящими светильниками, чтобы нам быть солью и светом в этом мире, исполнять то предназначение, для которого Ты нас призвал и приблизил к себе, назвал сыновьями и дочерями своими. Просим Тебя также вот об этих нуждах. Благодарим Тебя, Господи, за Надю Лысенко, которую мы сегодня видим между нами, и Ты исцелил. Слава Тебе, Господи, за эту милость. Мы просим Тебя также вот за маму сотрудника, брата Павла Холодова, Лорну, у которой эти проблемы с коленями. Господи, посети ее милостью Твою, если угодно воле Твоей, исцели и восстанови ее. Мы благодарны Тебе за Алексея и Вадима, стражных, у которых день рождения. Благослови их и служение, и участие в служении, чтобы они были всегда потребны Тебе на всякое доброе дело. Благодарим Тебя вместе с Олей, дочерью Надежды Андреевны, за то, что Ты услышал молитву и восполнил ее нужду. Мы благодарим Тебя за Полину Игнатенко, у которой день рождения. Благослови ее также обильно, чтобы она, возрастая в благодати Твоей, служила Твоему изволению. Мы благодарны Тебе за то, что Ты послал исцеление, брату Алексею Жудецкому, он между нами сегодня. Мы благодарны Тебе за Андрея и Таню Филипповых, которые празднуют сегодня семилетний юбилей своей совместной жизни. Благослови их. А также мы просим Тебя за сотрудника сестры Дины, у которого предстоит опираться, серьезная опираться на сердце. Благослови, да будет воля Твоя, Господи, над ним. Мы просим Тебя за Аню Дунаеву, у которой предстоит роды, укрепи ее. Ты сам в Слове Слове дал такое обетование, что Ты доводишь до родов и даешь силу родить. Мы благодарим Тебя за Явелину Сандутова, которая день рождения. Благодарим Тебя за семью Смолка, которые имели нужду такую, молились мы о них, они съездили куда хотели и решили свои вопросы. Распусти нас миром. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудь за всеми нами. Аминь. Собрание наше окончено. Будем приветствовать друг друга. Возьмите такие пригласительные у молодежи. Они вам дадут, они напечатали много. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода.